привет вы заглянули на канал красивое вязание меня зовут снежана и сегодня в этом видео я предлагаю вам вот такой вот интересный узор косичками косички состоят из 4 петель вот такие в узоре присутствуют лицевые изнаночные петли снятые петли и петли которые меняют местами для того чтобы получить вот это вот переплетение в виде косички как видите узор вот так вот немножечко стягивает полотно не позволяет ему растягиваться в ширину косички такие мелкие но фактурные объемы и неплохо выглядят на полотне так покажу вам разных сторон схему данного рисунка я постараюсь ставить в левый нижний угол этого видео или вставить как фотографию видео а еще оставлю вам ссылочку куда можно будет перейти и посмотреть схему для тех кому нужно итак если вам интересно оставайтесь со мной и свяжем один раппорт этого узора вместе раппорт узора состоит из 7 петель смотрите 3 изнаночных петли и 4 лицевых петли косички это один раппорт узора дальше повторяется еще один раппорт узора 3 изнаночных 4 лицевых и еще один и так до конца ряда в конце ряда нужно прибавить к общему количеству вот этих вот раппорта и еще три петли для симметрии левого края и прибавить две петли для кромок у меня сейчас на спицах 19 петель это 2 раппорта петли для симметрии и петли кромок и так первый ряд вяжем чередование 3 изнаночных 4 лицевых маленький хвостик оставил и так вяжем обычными бабушками петлями 3 изнаночных и 4 2 3 4 лицевых снова 3 изнаночных 4 лицевых последние 3 изнаночных и кромочные затем разворачиваем вязание и вяжем петли так как они выглядят по рисунку то есть если я вижу что здесь лицевая петля я пишу ее лицевой дальше у меня идут изнаночные петли затем снова лицевые и так до конца этого ряда это закончился второй ряд затем я вижу третий ряд разворачиваю вязание приступаю к третьему ряду 3 изнаночных 1 лицевая и вот эти вот две лицевые я просто снимаю не провязывая нить за работой снова 1 лицевая 3 лица и 3 изнаночных затем снова я одну лицевую провязываем 2 лицевых переснимаю нить за работой и еще одну лицевую провязываю закончился третий ряд и так четвертый ряд вяжу 3 лицевые как по рисунку дальше 1 изнаночная и вы смотрите тут у меня вот эти вот снятые петли я их снова переснимаю точно так же но нить уже теперь перед работой и 1 изнаночная вижу дальше 3 лицевых изнаночная переснимаю 2 петли нить перед работой и изнаночная заканчиваю ряд тремя лицевыми и кромочной и так я провязала 4 ряда и теперь буду вязать 5 ряд вяжу 3 изнаночных провязала теперь вот эти вот две петли нужно поменять местами снять их переснять надо вот так вот переснимаю сначала первую потом вторую и вот так вот их меняем местами теперь провязываю вот эту которая сверху петля а а затем провязываю вот эту вторую здесь тоже нужно петли поменять местами или например провязать сначала вот так вот заднюю вторую петлю сзади провязать вот так а а затем провязать первую петлю это будет тоже самое если бы вы их меняли местами смотрите они перекрестились поменялись местами дальше 3 изнаночных снова я вот так вот беру за заднюю стеночку вот эту вот петлю первую вторую вот так вот и одеваю их на спицу поменяла местами теперь вяжу верхнюю петлю затем петлю которая была под ней а здесь мне нужно тоже поменять или поменять петли местами вот так вот их взять две вместе и потом вот так вот перекинуть обратно на спицу и провязать вот эту вот которая сначала сзади а потом то которая сверху сверху и 3 изнаночные то есть здесь вы можете вязать перекрещивать эти петли двумя способами теперь мы вяжем изнаночный ряд 6 этот 6 ряд вяжем по рисунку так как выглядят петли и начиная с 7 ряда раппорт узора по высоте повторяем снова давайте свяжем еще раз один раппорт узора для того чтобы закрепить и итак 3 изнаночных 4 лицевых это седьмой ряд вяжется уже как первый 3 изнаночных 4 лицевых снова 3 изнаночных изнаночный ряд я надеюсь вы сможете самостоятельно провязать по рисунку так это получается 8 ряд вяжется как второй вообще все изнаночные ряды в этом узоре вяжутся просто по рисунку тут путаться не нужно дальше вяжем 9 ряд как 3 9 ряд смотрим на схему как в третьем и так 1 лицевая 2 петли снимаем нить за работой 1 лицевая 2 петли снимаем нить за работой 1 лицевая за счет вот этих вот снятых петель получается такая вот красивая кругленькая косичка округлая такая итак этот изнаночные мы вяжем по рисунку это уже 10 ряд и теперь смотрите тут 2 петли снимаем нить перед работой изнаночная 2 петли снимаем нить перед работой и теперь этот ряд где у нас идут перекрещивание и он вяжется как пятый ряд итак 3 изнаночных и теперь смотрите вот отсюда вы берете вот так вот сзади заводите спину раз сняли и еще раз вот так вот сняли и теперь вот так вот смотрите от деле снова на спицы поменяли эти петли местами и теперь вяжем верхнюю а затем нижние петлю здесь просто здесь снимаем вот так вот петли вот так вот вводим спицу отсюда и вот так вот сюда вот их перекрещиваем и теперь провязываем 3 изнаночных и еще раз вот так вот сзади берем вели спицу сзади раз-два и перенесли на спицу снова провязали верхнюю сначала затем нижнюю здесь же вот снимаем отсюда петли и вот так вот их меняем и провязываем сначала вот эту которая сзади она теперь получается сверху и затем вот эту вот которая перед ней и 3 изнаночных и вот такие вот косички получаются очень интересные симпатичные можно как и для детских изделий так и для взрослых применять красивые косички получается принципе вы можете здесь выбирать любой спиц любой способ а вот это вот перемещение петель как вам удобно вы уже процессе вязания сможете подстроиться поток как вам удобно перекрестить петли главное чтобы вот эти вот две петли которые идут по центру 1 уходила вправо а 2 уходила влево и чтобы они перекрещивались вот с этими петлями которые возле них на этом все вот мы с вами связали такой вот кусочек небольшой 2 раппорта и очень я надеюсь что вам было понятно если не понятно что то задавайте вопросы приятного вам вязания и до новых встреч